Превышение ГМО не обнаружено. В 2020 году в России в 8 раз сократилось число продуктов с повышенным содержанием генно-модифицированных организмов, то есть тех, ДНК которых был искусственно изменен при помощи генной инженерии. Санитарный контроль за импортом в страну ведет Роспотребнадзор с 2003 года. Норма ГМО-компонентов не более 0,9% от состава. Для примера, в Японии и Канаде планка ниже в 5 раз. В отличие от многих стран, отношение к трансгенной продукции в России остается неоднозначным, рассказывают медики. Даже несмотря на то, что пагубность ГМО на организм человека официальная наука пока не доказала. Конечно, требуется дополнительное исследование. Конечно, в медицине 25 лет применения пока это мало. И, естественно, пройдут, наверное, годы и годы, прежде чем мы сможем действительно получить очень четкую картину последствий от применения ГМО. Всемирная организация здравоохранения придерживается позиций, что поступающие на международный рынок ГМО-продукты не представляют угрозы для здоровья человека. Тем не менее, отечественные медики напоминают, что в странах, где сельское хозяйство не обходится без генной инженерии, процветает ожирение и онкология. В России генно-модифицированные организмы запрещены в рационе детей, беременных и кормящих женщин. Сами люди к продуктам с ГМО относятся по-разному. Что же вы знаете про продукты ГМО? Это хорошо или плохо? Ну, конечно, ничего хорошего. Генно-модифицированное. Когда вот такие обозначения есть, что с ГМО, туда могут все, что угодно добавить. Я, правда, не знаю, как это проверить, поэтому просто, ну, покупаем какую-то продукцию, но черт ее знает, есть там ГМО, нет там ГМО. Может, это наше будущее ГМО. Все равно. Почему? Все едят. Никто не вымер от этого еще. Поэтому без разницы. Желудку еще переваривать. И все же армия приверженцев здорового образа жизни продолжает расти. Сторонники эко-питания активно исключают из рациона трансжиры, сахар, лактозу, глютен и ГМО. Правда, с последним и здесь все неоднозначно. Самый главный ГМО-продукт, он считается одним из самых полезных. В частности, это брокколи. Брокколи не существует в природе, его вывел человек. Поэтому я и говорю, что здесь нет однозначной точки. Например, если в овощах, я считаю, что это абсолютно безопасная теория. Так, как все овощи в какой-то степени геномодифицированы. А вот в частности, отношение зерна и мяса, я категорически против любого генетического вмешательства. Более 90% стран мира не запрещают трансгенную продукцию. Например, активно производят ее в США, Бразилии, Аргентине и Канаде. В России контроль один из самых жестких. При содержании ГМО выше нормы на этикетку товара производители должны наносить маркировку. Причем на видном месте и крупным шрифтом. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков, Николай Сидоров. События.